Здравствуйте! Формула здоровья на телеканале ОТВ. Но прежде чем мы озвучим тему сегодняшнего эфира, мне бы хотелось представить гостей, которые сегодня пришли в нашу студию. Это Светлана Цицерская, руководитель фонда защиты материнства и детства «Чудо жизни», Елизавета Лебедева, врач-акушер-гинеколог Центра традиционного акушерства и протеерей Илья Настевич, настоятель Богоявленского храма в селе Жаворонки. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, тема сегодняшнего эфира «Абортивное мышление. Трагедия современного общества». Достаточно серьезная и, я бы сказала, тяжелая тема, но поднимать ее просто необходимо, Светлана. Да, хотелось бы разъяснить, наверное, что за термин «абортивное мышление» или по-другому называют даже «абортивная культура». Это действительно феномен, наверное, последних двух веков, когда аборт стал легализован. К сожалению, Советский Союз был первой страной, где был легализован аборт. Это 1920-й год. И в связи с этим аборт стал частью жизни семьи, женщины прежде всего. И, к сожалению, сейчас статистика такова, что каждая третья женщина в России прошла через процедуру прерывания беременности. Конечно, это формирует некое отношение к тому, что это часть нашей жизни, и она присутствует в нашей жизни. Хотя, если отмотать историю на два века назад и взять царскую Россию, то аборт не был легализован. И не всегда было так. И семьи были многодетные, по 10 и больше детей. А если рассматривать другие страны, то и сейчас ситуация с легализацией аборта стоит по-разному. Есть страны, где аборт строго запрещен. Это обычно страны религиозные, католические страны, например, Польша. Есть страны, где аборт легализован в нашей, например, до сих пор до 12-й недели беременности. А в некоторых странах Европы до 8-й недели беременности. И в связи с этим у людей формируются определенные отношения. Есть страны, где аборт обязателен. Например, Китай. Да, и мы знаем, что только недавно разрешили второго ребенка рожать. И, конечно, сравнивая ситуацию в России даже с другими странами, нужно понимать, что законодательство формирует определенные отношения в обществе к этой операции, которая, отмечу, является единственным хирургическим вмешательством, цель которого не спасение жизни, не улучшение жизни человека. Если мы возьмем кардиологию, хирургию, другие сферы, онкологию, то везде цель спасти человека. То здесь цель одного пациента, это малыша, лишить жизни, к сожалению, а второму пациенту, матери, нанести травму и психологический ущерб, ущерб здоровью, который не будет восполним никогда. Почему все-таки именно трагедия современного общества, и, наверное, к вам, отец Илья, вопрос, да, как церковь относится к абортам, и почему до сих пор в нашей стране они не запрещены? Я хотел бы остановиться на первой части этого вопроса. Мы здесь собрались для того, прежде всего, чтобы немножко не сгладить, а заострить, наоборот, углы. И поэтому то, о чем, вот, о своем личном представлении этой проблемы, хотел бы поделиться своим личным собственным переживанием этого вопроса. Мы сейчас находимся на таком патриотическом подъеме. Этот подъем начался, прежде всего, с даты празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Мы помним то, вот, апогей этого патриотического такого чувства, переживания, шествия бессмертного полка. Я посчитал, существует неофициальная статистика, которая свидетельствует о том, что в России неофициально... Она неофициальная, но она очень близка, специалисты говорят, очень близка к положению вещей подлинному. И эта статистика утверждает, что в России ежегодно... Россия, Светлана об этом не сказала, я думаю, что очень важно в этой студии сейчас сказать, Россия занимает первое место в мире сейчас. Она не только первая страна, Советский Союз, кто легализовал аборты, это еще и страна в современном мире, страна, которая совершает наибольшее количество абортов. Поэтому это, прежде всего, еще и российская трагедия. Так вот, я посчитал простым математическим способом, что мы убиваем такое же количество людей за 4 года, которая погибла в Советском Союзе во время Второй мировой войны. Это порядка 25 миллионов. Поэтому я думаю, что эта цифра, страшная цифра, она должна... Она свидетельствует о том, что это действительно настоящая трагедия. Мы переживаем те 4 года как трагедию, которая уничтожила цвет советского общества, молодое поколение, тех, кто воевал. И сейчас мы уничтожаем цвет, свой собственный цвет, своих детей. Мы уничтожаем будущее. Уничтожаем совершенно верно будущее. Поэтому это не только трагедия для христианского сознания, это трагедия и для человека светского, который, может быть, не всегда в своей жизни руководствуется христианскими. Нормами поведения и христианскими категориями нравственности. Мы понимаем, что в России сейчас самый главный дефицит – это трудовых ресурсов, человеческих ресурсов. И при всем при этом эта трагедия, она, наверное, становится только более серьезной. Почему это грех? Потому что, как говорил древний церковный писатель Тертулиан, он говорил, что то, что должно стать человеком, уже есть человек. Христианское понимание антропологии, учения о человеке, оно в согласии с наукой говорит о том, что жизнь человеческая зарождается с момента соединения начала отцовского и начала матери, соединения яйцеклеток. И, я думаю, Елизавета, как медик, подтвердит эти слова. И поэтому с самого момента зачатия – это уже человек. Вот у нас есть здесь возможность увидеть, как этот человек развивается с течением времени. Но уже с самого момента – это уже человек. И поэтому любое прерывание беременности на любом этапе, пусть это будет 2 дня, 10 дней, 12 недель, еще больше – это уже смертоубийство. И по церковным правилам, древнейшим правилам церкви, такого человека приравнивается к убийце. Ну вот я, может быть, хотела бы добавить, что суть абортивного мышления, в чем она? В легком отношении к абортам. В легком. И прежде всего это можно объяснить, наверное, доступностью, простотой и безопасностью этих методов. Если раньше такие манипуляции всегда были связаны с риском для жизни, да, 100 лет назад, то сейчас иногда достаточно выпить одной таблетки, и все будет сделано. Но если доступность – это абсолютная, то безопасность – это вещь очень относительная. И, к сожалению, вот в наш век информационный, информационный, да, когда везде все можно прочитать и услышать, пользоваться интернетом, очень часто встречаешься и сталкиваешься с безграмотностью, с полной о том вреде, который наносит аборт женщин. А давайте сегодня вот об этом поговорим. Я не говорю даже, не освещая духовные какие-то или моральные, вот не моральную сторону, не духовную, а просто говорю как доктор. Я хотела бы вот как раз в дополнение сказать, что любое прерывание на любом сроке и любым методом, каким бы простым он ни был, это все равно прерывание, это все равно аборт, это все равно убийство, детоубийство. Что происходит? Наступает зачатие, и все ресурсы, все силы, все системы и все системы органы женщины начинают работать, усиленно работать, направлено на это все, на вынашивание беременности, на поддержание беременности. Это нормально, это женская сущность, это физиология. И что происходит? Резкая остановка. То есть кино прерывается на самом интересном месте. Организм не понимает, что произошло. Естественным будет гормональный сбой. Это легко объяснимо. На уровне органа, да, ну просто возьмем матку, в любом случае будет воспаление. Даже если это небольшое, даже если это мини-срок, даже если это какие-то очень щадящие методы, все равно это будет микровоспаление. И никто никогда не знает, способна ли эта женщина будет еще раз принять и выносить беременность. Ведь у всех женщин ресурсы разные. И ты на собственном опыте, ну всегда, когда широкая практика, ты видишь много женщин. И ты никогда не знаешь, какая-то женщина может сделать 10 абортов, потом родить трех детей, а какой-то женщине будет достаточно сделать один аборт. И больше никогда у этой женщины не будет возможности родить ребенка. Об этом надо помнить, и мне кажется, об этом надо говорить. И если мы будем говорить, мне кажется, это даже больше вот в тему, что мы можем сделать. Если это объяснять женщинам, то есть вести какую-то активную просветительскую работу, доктора на своих местах, Светлана со своей позиции. Ну, церковь, естественно, тут даже не оговаривается. И если мы сможем помочь хотя бы некоторым, то есть когда приходит женщина с такой проблемой, и у тебя получается уговорить ее, и она меняет свое решение, ты понимаешь, что ты действительно что-то сделал. То есть в сегодняшний день ты поработал. Вот я говорю, как доктор-практик. Ты спас жизнь. Ну, будущее. Это уже, наверное, не ты, но это женщина, та женщина, которая отказалась от этого решения, вот она спасла. А ты сделал все, что ты можешь на своем месте, вот ты это сделал. Ну, все-таки, вот вы уже сказали, да, Лиза, что информационный век, информация вся доступна. Но почему не пользоваться методами, средствами, да, защиты, чтобы просто не доводить до этого? Ну, если она не запланированная беременность, если она нежелательная, ну, может быть, вот как-то вот эту нужную сферу усилить, и с какого-то возраста раннего воспитывать и не только девочек, но и мальчиков, и родителей, просто вот как решить эту проблему? Да, если позволите, я скажу, может быть, коллеги добавят, поскольку я занимаюсь лекционной работой в школах, и лекции ориентированы на школьников от 12-14 лет, то есть это 8 класс, иногда выборочно 6 классы ко мне приводят на лекции, и, естественно, старшеклассники, мы затрагиваем тему предохранения очень аккуратно, потому что в любом случае это и есть растормаживание половой сферы влечения. И говорить об этом рано или заниматься, упаси Господи, пропагандой безопасной любви, это идет в корне, в разрез той миссии, которая стоит перед, наверное, действительно патриотами своего отечества, потому что, к сожалению, вот у этого явления, как я сказала, очень есть обратная сторона медали. Поэтому я с школьникам говорю открыто. Индекс Перли – это индекс показателя числа неудач на определенный метод контрацепции. 0 и 0 – это когда ни одна женщина не забеременела на год из 100, это только добрачное целомудрие. Или брачное воздержание, если супруги не планируют, допустим, детей. Все остальные методы контрацепции я им перечисляю, и барьерный, и ритм метод, да, и прочее. И не говоря уже про контрацепцию с абортивным эффектом, о которой очень часто не говорят врачи, да, если назначают гормональную контрацепцию, девушка может не знать, что под видом менструального цикла у них каждый месяц микровыкидыш. Да, об этом прямо врач не скажет, потому что, к сожалению, есть фармкомпания, которая очень заинтересована в том, чтобы продавалась эта контрацепция. Поэтому я школьникам говорю, воздержание, да, единственный надежный метод предохранения, да, если вы пока не планируете семью. Но лекций будет ведь недостаточно, но недостаточно вас одно, Светлана, вы не сможете охватить всю страну, всех школьников, все-таки, наверное, это, отец или, должно идти из семьи, да, и целомудренное воспитание в том числе на каком-то своем примере в первую очередь. Вы знаете, Мария, я хочу сказать о том, что, ну, во-первых, мы не питаем иллюзией, не строим каких-то грандиозных планов, вот, потому что если мы очаруемся собственной деятельностью, потом наступит быстрое разочарование, вот, но для нас и каждая спасенная душа, вот, она на вес золота. Но я хотел бы призвать вас в помощь нам. И благодарен, что вы согласились поучаствовать в этом, как нам кажется, очень добром деле, потому что средство массовой информации, я бы его назвал оружием массового поражения, вот, и оно может приносить как зло, так и добро. Поэтому вот у нас был опыт проведения лекции вместе с Светланой Цесерской. Он интересный оказался, наверное, не бесплодный, но наши силы ограничены, а ваша помощь, она, наши силы, наши возможности очень сильно расширяет. Поэтому благодарны мы вам за эту предоставленную возможность. И это наше общее дело, потому что страна наша общая, и мы должны родить. Каждый на своем месте должен трудиться для нее. Вот мы и пришли для того, чтобы трудиться дальше. Я просто хотела еще добавить, рассказать о опыте и сказать, что мне кажется, в отношении молодежи и подростков нельзя вести агрессивную политику, потому что она будет направлена только на отторжение. Хотела рассказать про такой опыт. Мы со своими коллегами ездили, у нас есть дружественный детдом в Подмосковье, и мы периодически туда ездили, ну, с гостевой целью там помочь, как бы, и меня просили, как доктора-кушерогинеколога, просто поговорить с девочками, с девочками, подростками на самые вот такие вот щепетильные темы. И в том числе затрагивать тему, потому что тема прерывания, тему абортов, потому что очень часто, выходя из детдома, они же выходят очень рано, совершенно еще незрелые, незрелые внутренне, да, не готовые к этой жизни, и часто совершают, совершают вот это действие страшное, да, где-то убийство, и не один, и не два раза. И я думала, как же мне с ними поговорить, потому что читать лекцию, мне кажется, это не очень действенно. И что я сделала? Так как я врач-кушерогинеколог и врач УЗИ, я сделала ультразвуковые картинки на разных сроках до 12 недель беременности, где они там точечки, капельки, запятые, потом уже с ручками, и все это видно. И сделал такие картинки и показывал девчонкам. И вы знаете, это нашло, я вот прям почувствовала, что это такой был отклик, они так рассматривали эти картинки, говорили, а это уже, и уже тут глазки, и тут, и может быть, хоть одна или там две эти девочки когда-либо вспомнят эти картинки, и может быть, они не сделают то, что не надо делать. Вот мне кажется, мы должны все-таки больше таким образом разговаривать с детьми. Вот не даром Светлана сегодня принесла такой очень красивый, наглядный материал. Вот это же очень здорово, когда девчонкам можно... То есть там уже человечек, практически с самого начала, там человечек. Это не просто две клетки, которые соединились, и что-то в них происходит, да, то есть сроков. Мне кажется, может быть, вот такое отношение легкое к аборту, оно в том числе и потому, что у нас нет понимания, что уже в тебе зародилась жизнь. Это когда кто-то там начинает шевелиться, ребенок, да, тогда мы уже это понимаем. Да, вот шевелится, наверное, появилась ручка, ножка, а ведь на ранних сроках совершенно не относится, что там уже зарождается человек, который думает, и мыслит, и слышит все, что происходит вокруг. Они не железные, вот эти девочки, если им это все показывать, мне кажется, они это учтут. У них где-то в душе вот это останется, и может быть, когда-то, я говорю, найдет свой отклик. Я поддержу Елизавету в том смысле, что если хочешь чего-то доброго достичь, то, наверное, надо научить привить любовь к доброму. Не путем показывать чего-то страшного, ужасного, да, что может вызвать даже какой-то шок или потерю сознания, как это иногда бывает, а вот именно показать доброе, чтобы у человека открылись какие-то добрые, которые таятся внутри, добрые качества душевные, и чтобы у него появилось стремление к этому доброму. Это, наверное, более действенный путь, чем стращать, пугать каким-то наказаниями, карами, прещениями, лепить и миями, а вот именно открыть путь к красоте, вот, научить любви красивого. Я думаю, что это более действенный путь. Светлана, расскажите о Вашем фонде, как Вы занимаетесь поддержкой, ну, в частности, этого вопроса, и, конечно же, чем Вы можете помочь беременным женщинам, которые вот оказались в такой непростой ситуации, перед ними сложный выбор, и вот все-таки, чтобы он в плюс ушел, а не в минус. Спасибо за вопрос, Мария. На самом деле, первое, с чего началась деятельность фонда, это просветительская работа с молодежью, да, тот вопрос, который мы уже коснулись, потому что это работа самая благодатная, и я это хочу подчеркнуть, потому что, когда приходишь в класс, да, и видишь 30 человек, то после 40-минутной лекции, да, хотя она происходит в очень интерактивном режиме, да, мы очень много общаемся, они участвуют в диалоге, издают вопросы, они рассматривают младенцев, то через 40 минут лекции приблизительно, там, 90% выходит с четким пониманием того, что такое аборт, и как они к этому относятся. Но со временем я поняла, что каждый должен делать максимум на своем месте, да, и я поняла, что этого может быть недостаточно, и нужно оказывать реальную помощь уже тем, кто не побывал у меня на лекциях, да, или те, кому мы опоздали с этими лекциями. Что мы помогаем женщинам, которые оказались в стадии репродуктивного выбора, да, то есть перед вопросом, сохранить беременность или нет. Прежде чего, это реальная гуманитарная помощь, да, очень часто, к сожалению, сейчас век комфорта, и люди думают и ставят комфорт на первое место и свой собственный комфорт, и поэтому иногда вопрос, там, прерывания беременности, причина, вот последние данные, то мы с мужем там не купили шкаф, еще купе. Да, это кажется нонсенсом, да, но это в сегодняшние дни. И, ну, не все женщины, да, в таких категориях мыслят, кто-то реально нуждается в помощи. Мы предлагаем коробку младенца. Это набор одежды на ребенка от рождения до года, куда входят все и ползунки, и чепчики, давайте там теплых комбинезонов, легких комбинезонов, то есть самые такие дорогостоящие вещи, которые обычно женщине сложно купить, мы все знаем, там, комбинезоны стоят 35 тысяч. Ну, как к вам можно обратиться, как вы узнаете, что вот конкретная женщина, которая стоит перед таким выбором, и вот вы можете и должны ей помочь? Как вот эта вот цепочка взаимосвязана, отрегулирована? Вы знаете, большое, конечно, счастье, если женщина приходит в государственную гинекологию, да, и попадает на доабортное консультирование, где консультант располагает информацию, что в его, допустим, регионе, вот я работаю в Одинцовском районе и в Тульской области, что вот в наших регионах действуют такие-то фонды, и можно адресно эту девушку отправить. Это первый момент. Второй момент. Есть телефоны кризисной беременности, куда звонят женщины со всей России, и мы с этим фондом дружим, и очень часто они нам передают тех подопечных, которые в нашем регионе, допустим, и опять-таки им нужна помощь. Вот. Но есть, естественно, поток женщин, которые идут мимо государственных учреждений, это частные абортарии, где делают все в один день, без каких-либо консультаций, то есть УЗИ до, манипуляция, УЗИ после. Вот. И, к сожалению, таким женщинам помочь нельзя. Я минувшей пятницей была в общественной палате Московской области, и заместитель министра по здравоохранению высказал мысль, что вообще аборты в частных клиниках хорошо бы запретить. Конечно, это сделал вот тогда процесс управления и работы с этими женщинам более эффективным, потому что, к сожалению, именно неофициальная статистика, а это львиная доля, если официально у нас в России 1 миллион абортов, то неофициально 5-8, которые идут мимо всех отчетностей. И более того, наверное, в частных клиниках вот как раз-таки за исход благополучный, да, ручаться не приходится, потому что осложнений гораздо больше. Тут все-таки первое место отдается прибыли клинике, а не здоровью женщины. Да, Елизавета? Ну, я не могу согласиться, потому что клиника клиники рознь. Мне кажется, что здесь больше, наверное, надо делать акценты именно вот на доабортное какое-то консультирование, что любая женщина в любой клинике, в частной или в какой-либо... Мы не можем этого... Мы же не можем навязать частным клиникам такую ситуацию, да? Да, мы можем только рекомендовать, либо запретить. Запретить там аборты. Вот здесь выход, мне кажется, второй, все-таки он был более успешен, потому что государство заинтересовано в том, чтобы абортов становилось как можно меньше. Соответственно, в больницах государственных эта система, она уже налажена, она уже существует, работа с фондами, работа с церковью, которая тоже поддерживает, да, с психологами, службы психологов. То есть это был бы выход. Поэтому активные граждане должны не терять веру в свои силы, да, и хочется, конечно, напомнить, что вообще традиции меценатства в царской России, да, были велики и активные, успешные. Члены общества понимали, что решить такие глобальные социальные задачи в таком огромном государстве, как наше, само государство иногда не в силах. И, конечно, было бы здорово, если активные люди подключились элементарно к оказанию помощи фондам. Сейчас возрождается вот эта волна благотворительности, да, хотя благотворительность в корне отличается от спонсорства. Спонсор получает рекламу, да, за свои усилия. Благотворитель не получает никакой рекламы, делает это от чистого сердца. Но, однако, это помогает таким фонд, как наш, оказывать реальную материальную помощь. Допустим, бывает, звонит женщина из региона, да, она хотела бы сохранить ребенка, цена вопроса 6 тысяч рублей за квартиру в месяц. Для нас это, кажется, сумма, да, ну, а ситуации разные. Или вот мне недавно звонок был из Тульской области 2 500 квартиры в месяц. Плюс какие-то расходы там на питание в регионах, там, это не такая большая сумма. То есть, допустим, 5 тысяч рублей в месяц какой-то подопечный. Это именно на время ухода за ребенком, да, то есть на время рождения? Мы говорим, это срок, допустим, год-полтора. И если какой-то жертвователь, допустим, дает сразу сумму там 100 тысяч, мы сразу закрываем аренду там за 2 года, плюс там расходы на содержание ребенка первого года. Естественно, что для женщины получает такой огромный стимул, потому что сейчас перекладывать все, как некоторые любят, пусть государство решает, это государство должно наладить, систему поддержки беременных, систему социального обеспечения. Это все красивые и большие слова, но действовать нужно здесь и сейчас. Потому что пока все будет налажено, пройдет время и, в общем-то, количество будет увеличиваться абортов. Отец Илья, что происходит с душами младенцев, которых убивают? Это очень сложный вопрос. Все, что касается загробной участи душ умерших, мы об этом можем говорить с достаточной долей условности, потому что тот мир для наших глаз закрыт. И то, что мы узнаем, прежде всего, из Святоотеческой Писаний, это некоторые образы, которые помогают нам чуточку приоткрыть тайну, зависту тайны загробного мира. Готовясь к нашей передаче, я полистал труды, очень почитаемые у нас в России, преподобного Паисия Святогорца. Это подвижник, подвязавшийся на Афонской горе в 20 веке. У нас как-то русские люди полюбили этого человека и очень уважают за его святую жизнь, и очень интересно его наследие, которое он оставил письменным. И он как раз этому вопросу посвятил некоторые страницы своих трудов. И именно на этот вопрос он ответил таким образом, что Господь ему как-то видение дал на Светлой Седмице. Он увидел очень ужасающее зрелище. Увидел некие скалы, обрывы, которые гудели, гул, какой-то вой, гул, трясение. И услышал голос ангела, который сказал ему, что это крики, тысячи крики, сливающиеся в один гул и стон тех душубиенных младенцев, которых мамы убили в своей утробе. Это не догматизировано. То есть мы не можем это сказать, что это правило веры, но вот это видение, которое описывает преподаватель Павлия Святогорец, оно отчасти показывает ту трагедию, которая происходит с душой убиенного младенца. Но при всем при этом я опять хочу сказать о том, что это некоторые образы, с помощью которых Господь открывает нам тайну загробной участи. Что-то более подробного? Более подробно церковь об этом не говорила, а вот только исходя из Свято-Атических Писаний мы можем отчасти понять и увидеть и представить вот ту загробную участь у бенных младенцев. Ну, к вам приходят женщины с вопросом? Приходят женщины с вопросом. Ну, хочу сказать, знаете, что теперь их стало меньше, кто приходит вот после, именно после, как сказала Светлана, после этой манипуляции или после совершения этого греха. Я, вы знаете, из пастырского опыта хочу сказать, что очень было бы хорошо, наверное, полезно для девушки, которая стоит перед выбором, о котором мы сегодня говорим, чтобы она хотя бы один день пережила те страдания, которые переживает женщина, совершившая этот грех. Это рана, которая кровоточит десятилетия. Я могу об этом сказать как священник, которому исповедуются многие. А шрам остается от этой раны на всю жизнь. Я думаю, что если бы оказаться в этой шкуре, в шкуре убийцы за несколько дней до предполагаемого совершения греха, то большая бы часть, наверное, забыла о шкафе купе, вот о тех пяти тысячах и прочих на фоне этой проблемы мелочах, это страшные муки, которые переживает женщина, совершившая этот грех. И поэтому очень жалко, очень было бы полезно испытать те страдания, но таким образом человек мог бы остановиться у самого последнего, у пропасти этого греха. И когда говоришь женщине, которая стоит перед этим выбором, говоришь именно о том опыте, который переживают женщины, о тех страданиях, которые потом следуют за этим грехом. Но не до всех это доходит. Не до каждого уха, не до каждого сердца это доходит. Ну это в любом случае слова, да? Да, это слова. Это слова, да. Это воспринимается, в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Там сейчас другие проблемы в то время. Слова о них. Ну хочется верить, что с помощью наших программ и всех ваших усилий количество абортов будет неуклонно снижаться. Вот. И все-таки сознательность перед этим шагом будет повышаться в первую очередь. И зачатие, и рождение ребенка. Ну как бы это ни было, да. Все-таки хочется более ответственно, чтобы наша молодежь, молодые семьи подходили к этому. Чтобы не возникало вопрос купить шкаф или родить ребенка. В отношении шкафа у меня есть некое дополнение. Есть такой очень известный гомеопат современный, Жорж Витулкус. И вот в его последней книге у него есть фраза, что сейчас, к сожалению, очень много детей любви убивают. Детей любви. И растет поколение детей по расчету. Запланированных. Да. Запланированных детей по расчету. И какое поколение растет, мы же не знаем, с какой... Это же очень все влияет, да. Как был зачат этот ребенок. Понимаете? Просто мне кажется, что в планах нет ничего такого плохого, если молодые люди, встретившись, они поженились. Только после этого все происходит, да? То есть это ведь правильно с точки зрения церкви. Мы говорим, наверное, о некотором другом планировании. Вот только на днях я разговариваю с молодой семьей. Нет, не планирование, именно я купил машину, я купил квартиру, я вот сейчас езжу в отпуск, а потом вот мы к этому перейдем. Конечно, нет. То есть я имела в виду именно то, что сознательность повышается. То есть есть брак, да, есть официальные отношения, есть понимание того, что созрела женщина, созрел мужчина для появления этого ребенка. И, конечно же, он, безусловно, рождается в любви. И он такой долгожданный, его все ждут, его все хотят видеть. И тогда просто сама мысль об аборте, она даже не может возникнуть в голове. Это, конечно. Но именно вот сейчас молодое поколение, ну и нет... Ну, молодое, да, молодое поколение. Почему именно детей любви? Потому что они не готовы, да, не готовы к какие-либо материальные условия или какие-то... Все ждут какого-то благополучия. То есть детей любви убивают, оставляя вот этот процесс рождения детей на попозже, на попозже. И какие дети родятся попозже? Это не всегда очень просто родить детей попозже. Это тоже целая тема для разговора, да? И какие дети это будут, что они будут нести в этот мир? Это тоже, мне кажется, очень важно. Тоже вот ремарка к нашему разговору о том, что трудности бывают, и они многих останавливают в рождении ребенка. Как-то мне довелось быть свидетелем на одном венчании. Батюшка очень просто сказал, вот просто, но точно. Господь детей дает, Господь и на детей подает. И это в согласии со священным писанием, с царем Давидом, который говорил, что я был юный, состарился, не видел праведника, просящего хлеба и детей его нуждающихся. Господь никогда не оставит нуждающихся. Поэтому, ну, это такое свидетельство такого маловерия современного, когда человек вот сомневается, боится. Вот я думаю, на этой позитивной ноте мы сегодня нашу беседу поставим точку. Все-таки обязательно продолжим в наших следующих программах говорить об абортах, о том, как нам с ними справиться и все-таки переломить вот то сознание и ту уверенность, с которой женщины идут на эти манипуляции, страшные манипуляции. Поэтому будем надеяться только на все, все самое светлое, хорошее, доброе и, конечно же, на рождение замечательных малышей, на рождение наших будущих поколений. Спасибо вам огромное. Это была программа «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова